всем привет продолжаю я играть фоллаут и зачитывать книгу совершенный код сегодня продолжим главу 21 совместное конструирование и начнем точнее продолжим ее с под главы который называется парное программирование ну и пойдем дальше ну как всегда надо же загрузиться загружаемся да из прошлого раза я ничего никуда не ходил не делал поэтому остался на том же месте на том же месте так а тут где-то таки че это желтенькие то я так понимаю переходы куда-то так сейчас надо зайти хоть поговорить о чем-то хоть с кем-то так у этого только еда водка и все такое у у меня же есть книжки да вот книжка раз прочитаем 2 прочитаем 3 прочитаем 4 и каждый раз и что-то новое узнал первая помощь о 81 процент нормально нормалек нормалек так это кто такой чем тебе помочь в натуре кто-то и в натуре что это за место ладно спасибо пока так у этого кто-то что-то там забрал до селезенку вот я непременно найду селезенку надо ему найти и тут же по идее куда-то же еще можно наверно и а чё не так говорят что я не понял что-то там говорят так это чё один уровень и все чё это желтенькие такие вот на карте до желтые точки не понял я а как сюда зайти хочу нету хода тоже непонятно и да где тут вход двери я не вижу двери не вижу а вот 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 какой-то люк вот сейчас и тут походу что то есть да а да там это все люки да я понял надо а лестница даже не люк опачки блин вот этого я не ожидал ого это жесть это жесть сколько тут всяких гадов ну ладно так ладно приступим и так парное программирование при парном программирование болель я я собаку зацепил я на расчет собаке скажу сиди на месте сиди на месте а сам пойду воевать так при парном программировании один программист печатает код на клавиатуре а второй следит за тем чтобы программу не вкрались ошибки и думает о правильности кода в стратегическом масштабе первоначально парное программирование приобрело популярность благодаря экстремальному программированию но теперь парное программирование используется повсеместно более широко итак условия успешности парного программирования базовая идея парного программирования проста но из него можно извлечь еще большую выгоду следуя нескольким советам поддерживайте парное программирование стандартами кодирования парное программирование не будет эффективным если члены пары будут тратить время на споры о стиле кодирования попытайтесь стандартизировать эти стили чтобы программисты могли сосредоточиться на стоящей перед ними существенной задачи не позволяйте парному программированию превратиться в наблюдение член пары не занимающийся непосредственно написанием кода должен быть активным участником программирования он должен анализировать код думать о том что реализовать в следующую очередь оценивать проект программы и планировать тестирование кода не используйте парное программирование для реализации простых фрагментов член одной группы члены одной группы использовавшие парное программирование для написания наиболее сложного кода обнаружили что выгоднее посвятить 15 минут детальному проектированию на доске а затем программировать по одиночке в большинстве организаций пробующих парное программирование в итоге в итоге приходит к выводу что в парах лучше выполнять не все а только некоторые части работы регулярно меняйте состав пар пар и назначаемые паром задачи как и при других методиках совместной разработки при парном программировании выгода объясняется тем что каждый из программистов изучает разные части системы регулярно меняйте состав пар для стимуляции перекрестного опыления некоторые эксперты рекомендуют выполнять это каждый день объединяйте в пару людей предпочитающие одинаковый темп работы если один партнер работает слишком быстро парное программирование начинает терять смысл более быстрый член пары должен снизить темп или пару следует разбить и сформировать в другом составе убедитесь что оба члена пары видят экран эффективность парного программирования могут снижать даже такие казалось бы банальные вопросы как неправильное расположение монитора и слишком мелкий шрифт не объединяйте в пару людей которые не нравятся друг другу эффективность работы в паре зависит от соответствия характеров двух программистов бессмысленно объединять в пару людей которые плохо ладят друг с другом не составляйте пару из людей которые ранее не программировали в паре парное программирование приносит максимальную выгоду если хотя бы один из партнеров имеет опыт в паре ну тут понятное дело этот опыт еще нужно же получить но это такое назначьте лидера группы если все члены вашей группы хотят выполнить все программирование в парах возложите на кого-то ответственность за распределение задач контроль результатов связь с людьми не участвующими в проекте достоинства парного программирования парное программирование имеет целый ряд достоинств итак первое достоинство в сравнении с одиночным программированием оно позволяет программистам успешнее противостоять стрессу члены пар поощряют друг друга поддерживать высокое качество кода даже в напряженных условиях подталкивающих к быстрому написанию грязного кода следующее достоинство оно повышает качество кода удопочитаемость и понятность кода всех программистов повышаются до уровня кода лучшего программиста группы следующее преимущество оно ускоряет разработку системы как правило пары пишут код быстрее допуская при этом меньше ошибок соответственно в конце проекта группе приходится тратить меньше времени на исправление дефектов следующее преимущество оно обеспечивает все остальные общие преимущества совместного конструирования такие как распространение корпоративной культуры обучение неопытных программистов и содействие совместному владению результатами работы ого я почти помер а выйти не могу значит загружаемся и контрольный список эффективное парное программирование утвердили ли вы стандарт кодирования позволяющий парам сосредоточиться на программировании и не тратить время на философские диспуты о стиле кодирования оба ли члена пары принимают активное участие в программировании не используете ли вы парное программирование для реализации всех аспектов системы определяете ли вы задачи которые действительно целесообразно решать в парах не забываете ли вы регулярно менять состав пар и назначаемые им задачи соответствует ли члены пар друг другу по темпу работы и характеру назначили ли вы лидера группы координирующих действия участников проекта и отвечающих за связь с людьми не участвующими в проектах и это подглава закончилась и начинается новая подглава формальные инспекции инспекция называют специфический вид обзора обеспечивающий очень высокую эффективность обнаружения дефектов и требующих меньших затрат чем тестирование инспекции инспекции были разработаны Майклом Фаганом и уже использовались в IBM за несколько лет до того как Фаган опубликовал свою работу которая сделала их доступными широким массам хотя любой обзор предполагает изучение проектов или кода инспекция отличается от обыкновенного обзора несколькими важными аспектами И сейчас я их перечислю эти важные аспекты Используемые то есть первый аспект Используемые при инспекциях контрольные списки концентрируют внимание инспекторов на область с которыми ранее были связаны проблемы Главной целью инспекции является обнаружение а не исправление дефекта Люди выполняющие инспекции готовятся к инспекционному собранию заблаговременно и прибывают на него со списком обнаруженных ими проблем Всем участникам инспекции назначаются конкретные роли Координатор инспекции не является автором продукта подвергающий гостя инспекции Координатор прошел специальное обучение координированию инспекций Инспекционное собрание проводится только если все участники адекватно к нему подготовились Данные полученные при каждой инспекции используются для улучшения будущих инспекций Руководители не посещают инспекционные собрания если только вы не инспектируете план проекта или другие организационные материалы участие технических лидеров в инспекционных собраниях допускается Так 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 где тут стрельба И погнали Каких результатов можно ожидать от инспекций Отдельные инспекции Обычно приводят к обнаружению около 60% дефектов что превышает эффективность других методик за исключением прототипирования и крупномасштабного бета-тестирования Эти результаты многократно подтверждены в таких организациях как Харрис BCSD National Software Quality Experiment Software Engineering Institute Hivlet Packet и многие другие Комбинация инспекции проекта и кода обычно позволяет устранить из продукта 70-85 или более процентов дефектов Инспекции способствуют раннему определению подверженных ошибкам классов и Кейперс Джонс сообщает что при использовании инспекции число дефектов в расчете на тысячу строк кода оказывается на 20-30% более низким чем при использовании менее формальных методик обзора Участвуя в инспекциях разработчики занимающиеся проектированием и кодированием учатся улучшать свою работу и достигают повышения производительности труда примерно на 20% Инспекции проектов и кода системы требуют около 10-15% бюджета проекта и обычно снижают общую сумму расходов на реализацию системы Инспекции позволяют также оценить прогресс но только технически как правило для этого нужно узнать выполняются ли технические аспекты работы и хорошо ли они выполняются Ответы на оба этих вопроса являются побочными продуктами формальных инспекций елки-палки а уйти я не могу и что делать что делать что делать делать вот так вот наверное вот этого надо убить или вот этого или вот этого есть и так роли участников инспекции один из важнейших аспектов инспекции состоит в том что каждый ее участник играет особую роль координатор 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 должен поддерживать темп инспекции достаточно высоким чтобы она была продуктивной и в то же время достаточно низким чтобы участники инспекции могли найти максимум ошибок координатор должен обладать адекватной технической компетентностью он может не быть экспертом в конкретном фрагменте инспектируемого проекта или кода но обязан понимать соответствующие детали координатор также управляет другими аспектами инспекции такими как распределение фрагментов проекта или кода между инспекторами распространение контрольных списков инспекции организация собрания отчет о результатах инспекции и контроль решения задач поставленных на инспекционном собрании автор 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 проекта или кода играет во время инспекции относительно не не большую роль одной из целей инспекции как раз и является гарантия того что проект или код говорит сам за себя если проект или код подвергающийся инспекции кажется неясным автору получают поручают его улучшить иначе автор должен объяснить не совсем ясные части проекта или кода и если нужно рассказать почему аспекты которые кажутся ошибочными на самом деле таковыми не являются если инспектор плохо знакомы с конкретной частью системы автор может предоставить им полезную информацию при подготовке к инспекционному собранию дальше следующий участник инспекции это инспектор так ой ой зависимость ладно так инспектор инспектор имеет прямое отношение к проекту или коду но не является его автором инспектором проекта может быть программист который будет отвечать за его реализацию тестировщики или разработчики высокоуровневой архитектуры также могут быть инспекторами задача инспекторов найти дефекты как правило инспекторы ищут дефекты при подготовке к собрании однако при обсуждении проектов или кода на собрании группа должна найти значительно больше дефектов секретарь во время инспекционного собрания секретарь регистрирует обнаруженные ошибки и запланированные действия ни автор ни координатор не должны играть роль секретаря следующий участник это руководители как правило руководители не должны участвовать в инспекции инспекция программного обеспечения исключительно технический обзор присутствие руководителей изменяет все отношения между участниками инспекции люди чувствующие что их оценивают начинают беспокоиться не об обзоре кода а совсем о других вещах в результате чего инспекция становится не техническим а политическим мероприятием однако руководители имеют право знать результаты инспекции поэтому им следует предоставлять соответствующие отчеты но ни при каких обстоятельствах не используйте результаты инспекции для оценки производительности труда не режьте курицу которая несет золотые яйца инспектируемый код все еще находится на стадии разработки оценка производительности труда должна быть основана на окончательных на окончательных а не на промежуточных результатах работы в инспекции должны участвовать не менее трех человек потому что роли координатора автора и инспектора объединять не стоит в то же время к инспекции не следует привлекать более шести человек потому что групповой большего размера слишком трудно управлять ученые обнаружили что наличие более двух трех инспекторов обычно не повышает эффективность обнаружения дефектов однако это лишь обобщенные данные по-видимому оптимальная методика проведения инспекции зависит от типа инспектируемого материала проанализируйте свой опыт и приспособьте эти рекомендации к своей ситуации так пока я тут читал и стрелял я тут смотрю что ого тут их еще немало елки-палки главное чтобы ого а как так как так загрузимся как так что он получил только 20 урона а ну-ка 23 а это здоровенный пришелец я понял типа типа есть не здоровенные а это здоровенные ну ладно а если так да да если бы их не подпускать так близко то было бы все гораздо круче ну сохранимся есть 215 очков здорово я потерял круто бдень бдень такой звук смешной смешной так блин сожрал уже все стимуляторы и много чего еще там вот эти супер стимуляторы все съел главное чтобы хватило патронов патронов хватить должно вот падла сбил с ног и что делать попробую ка я его это что значит а уйти очков 10 ну ладно здесь еще загрузим так ладно общая процедура инспекции инспекция включает несколько отдельных этапов итак планирование вот так вот убили блин планирование ладно планирование автор проекта или кода предоставляет его координатору координатор решает кто будет выполнять обзор определяет дату и место проведения инспекционного собрания после чего предоставляет инспектором проект или код с контрольным списком концентрирующим внимание инспектором на тех или иных аспектах инспектируемый материал следует распечатать с номерами строк чтобы участникам инспекции было проще ориентироваться в нем во время собрания так следующий этап обзор если инспектор плохо знакомы с инспектируемым фрагментом системы автор может посвятить примерно 1 час описанию технической среды проект создан проект однако наличие подобного обзора может приводить к нежелательным результатам подталкивая к неверному толкованию неясных моментов инспектируя объемогу проекта или кода как уже отмечал стив макконов проект и код должны говорить сами за себя следующий этап это подготовка каждый инспектор сам ищет в проекте или коде ошибки руководствуясь при этом полученным контрольным списком выполняя обзор прикладного кода так а если в танкер прикладного кода написанного на высокоуровневом языке инспектор может проанализировать за час около 500 строк при обзоре системного кода также написанного на высокоуровневом языке производительность труда инспектора составляет лишь около 125 строк кода в час наиболее эффективный темп подготовки может колебаться в широком диапазоне так сейчас погоди я хотел машину сюда подогнать но что то ладно так вот наиболее эффективный темп подготовки может колебаться в широком диапазоне поэтому храните данные о быстроте подготовки к инспекциям вашей организации это поможет вам улучшить готовиться к будущим инспекциям то есть это поможет вам лучше готовиться к будущим инспекциям в некоторых организациях было обнаружено что эффективность инспекции повышается если поручить каждому инспектору рассмотреть проблему под определенным углом так инспектором можно попросить подойти к инспекции с точки зрения программиста который будет сопровождать программу который будет сопровождать программу или с точки зрения клиента или проектировщика пока что эта методика изучена недостаточно полно но имеющиеся данные говорят о том что такие обзоры позволяют найти больше ошибок чем общие обзоры так а ну-ка бб это типа бронебойные что если я возьму миниган во так это я продам блин хлама много а продавать нечего это я тоже продам да реально много всякого хлама только вот что продавать три штуки точно продать надо но мне не надо самопал тоже так еще одной разновидностью подготовки к инспекции является выполнение каждым инспектором одного или нескольких сценариев сценарий могут включать конкретные вопросы на которые инспектор должен дать ответ например есть ли требования которым не удовлетворяет этот проект сценарий может также ставить перед инспектором определенную задачу такую как составление списка требований которым удовлетворяется конкретный проект вы также можете поручить нескольким инспектором проанализировать материал с начала до конца в обратном порядке или вдоль и поперек так следующий этап это инспекционное собрание координатор координатор поручает одному из участников одному из участников но не автору сейчас я заряжу но не автору начать изложение проекта или чтение кода с объяснением всей логики в том числе всех ветвей каждой логической структуры во время этой презентации секретарь записывает обнаруженные ошибки но как только участники приходят к выводу что они нашли ошибку ее обсуждение прекращается секретарь регистрирует тип и серьезность ошибки и инспекция продолжается если инспекция теряет фокус координатору следует привлечь внимание группы и вернуть обсуждение в нужное русло темп рассмотрения проекта или кода не должен быть слишком медленным не слишком быстрым если темп низок участники инспекции теряют концентрацию и продуктивность работы снижается если темп слишком высок группа может упустить ошибки которые в противном случае были бы обнаружены как и темп подготовки оптимальный темп инспекции зависит от конкретной среды храните соответствующие данные чтобы со временем вы могли определить самую эффективную скорость инспекции в своей организации в некоторых компаниях было обнаружено что оптимальная скорость инспекции системного кода равна 90 строкам час при инспекции прикладного кода скорость может достигать 500 строк в час если вы только начинаете проводить инспекции можете ориентироваться на анализ 150 тире 200 строчек не пустых и не являющихся комментариями строк исходного кода в час так не обсуждайте на собраниях способы решения проблем группа должна сосредоточиться на обнаружении дефектов в некоторых группах участникам инспекции даже запрещают обсуждать действительно ли дефект является дефектом эти разработчики исходят из того что любой аспект кода или документации который хоть кому-то кажется дефектом нуждается в пояснении как правило собрание не должно продолжаться более двух часов конечно это не значит что по окончанию этих двух часов вы должны подать ложный сигнал пожарной тревоги но опыт IBM и других компаний показывает что инспекторы не могут поддерживать нужную концентрацию более двух часов по этой же причине неразумно проводить более одной инспекции в день так следующий этап это отчет об инспекции в день проведения инспекционного собрания координатор составляет отчет об инспекции это электронное письмо и либо что-то другое указывая в нем все найденные дефекты их тип и серьезность отчет об инспекции помогает гарантировать исправление всех дефектов и облегчает создание контрольного списка обращающего внимание на проблемы специфические для организации если вы храните данные о времени затраченном на инспекции и о числе обнаруженных ошибок вы сможете подтвердить эффективность инспекции достоверными данными иначе вы можете лишь сказать что инспекции кажутся оптимальным вариантом разумеется это не убедит сторонников тестирования или других методик благодаря отчетам вы также сможете узнать что инспекции в вашей среде не работают в этом случае вы можете изменить инспекции или отказаться от них сбор данных важен и потому что любая новая методология должна оправдывать свое использование так следующий этап это исправление дефектов координатор поручает кому-нибудь обычно автору исправить все дефекты указанные в составленном списке следующий этап это контроль координатор отвечает за контроль решения всех задач поставленных во время инспекции в зависимости от числа обнаруженных ошибок и их серьезности вы можете поручить инспекторам провести повторную инспекцию в полном объеме или проинспектировать только исправленные фрагменты кроме того вы можете позволить автору исправить дефекты без всякого контроля следующий этап это дополнительные собрания хотя во время инспекции участникам не позволяется обсуждать решение обсуждаемых обнаруженных проблем некоторые разработчики могут испытывать такое желание вы можете провести неформальное дополнительное собрание позволяющие заинтересованным сторонам обсудить решение проблем по окончании официальной инспекции так следующий этап это дополнительные а не это я уже сказал так оптимизация инспекции накопил опыт проведения инспекции по книге вы скорее всего обнаружите несколько способов их улучшения однако изменять инспекции следует дисциплинированно адаптируйте процесс выполнения инспекции так чтобы вы могли узнать приносят ли изменения пользу устранение или объединение каких-нибудь этапов инспекции требует затрат которые часто не оправдываются получаемой выгодой если вы испытываете соблазн изменить процесс инспекции без оценки результатов изменения не делайте этого если вы выполнили оценку и увидели что измененная инспекция более эффективная то вперед проводя инспекции вы заметите что определенные типы ошибок встречаются чаще других создайте контрольный список обращающий внимание инспекторов на эти типы ошибок обнаружив новые типы частых ошибок добавляйте их в список если некоторые ошибки из первоначального списка стали встречаться реже удалите их из списка после нескольких инспекций вы получите контрольный список отражающий особенности вашей организации и указывающий на слабые стороны над которыми следует поработать вашим программистом ограничьте контрольный список одной страницы более объемные списки трудно использовать на нужном при инспекции уровне детальности так 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 это я тут спал только для того чтобы прошла зависимость зависимость прошла я могу закинуться новой наркотой такой как винт дальше вот этим вот этим и вперед так сохранимся и продолжим а чуде попробуем давать из минигана что-то не очень что-то миниган не очень печально нафиг тогда я качал это тяжелое оружие с этого гораздо больше урона что еще могу круто это я закинулся наркотой да так закинулся что я могу два раза стрелять а вот перезарядиться уже фиг так ладно идем дальше личностные аспекты инспекции суть инспекции заключается в обнаружении дефектов в проекте или коде а не в изучении альтернатив не в спорах о том кто прав а кто виноват и уж уж ни в коем случае не в критике автора проекта или кода так 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 попробую с миниганом все таки вот это круто было так она не должна вызывать у автора неприязни к обучению точнее она не должна вызывать у автора неприязни к членам группы или подталкивать и его к поиску новой работы ну то есть когда в инспекции много критики комментарии вроде любому кто знает java известно что эффективность организовать цикл от нуля до нум минус один а не от единицы до нум абсолютно не уместны в случае надобности координатор должен ясно указать на это а именно на то что вот такая критика недопустима критика проекта или кода по вполне понятным причинам будет задевать самолюбие его автора автор должен быть готов к тому что инспекторы могут указать ему на дефекты которые на самом деле не являются дефектами однако автору следует принять к сведению каждый предполагаемый дефект это не значит что автор должен согласиться с сутью критики просто во время обзора автору не надо защищать свою работу после обзора он может обдумать каждое замечание и решить обосновано оно или нет инспекторы должны помнить что именно автору принадлежит право принятия окончательного решения о том что делать с дефектом пусть инспектор ищут дефекты но не покушаются на права автора инспекции и совершенный код это такая подразделчик при подготовке второго издания совершенного кодовости макконнелл на собственном опыте убедился в эффективности инспекции работая над первым изданием книги он написал черновой вариант главы оставляя его в ящике стола на пару недель после чего перечитывал и исправлял найденные ошибки дальше он раздавал проверенную главу примерно десятку коллег которые выполняли ее обзор причем некоторые подходили к этому весьма ответственно в итоге он исправил все обнаруженные им ошибки через несколько недель он самостоятельно выполнил еще один обзор и исправил еще ряд ошибок наконец он отправил рукопись издателю и ее проверили литературный редактор технический редактор и корректор книга продается уже более десяти лет и за это время читатели нашли в ней около двухсот неточностей и ошибок трудно поверить что в книге прошедшей столько обзоров оказалось так много ошибок увы это так работая над вторым изданием стил решил определить области на которые нужно обратить особое внимание и провел формальные инспекции первого издания группы из трех четырех инспекторов подготовились к ним в соответствии с принципами описанными в этой главе к удивлению стила форме в ходе формальных инспекций они нашли еще несколько сотен ошибок которые несмотря на все приложенные им усилия все таки просочились в первое издание если до этого ценность формальных инспекций и вызывала у стива хоть какие то сомнения при работе над вторым изданием все сомнения развеялись так резюме по инспекциям такая подглава это завершается да вот наша глава подглава точнее и резюме используемые при инспекциях контрольные списки поддерживают концентрацию разработчиков на важных задачах стандартные контрольные списки и стандартные роли обеспечивают систематичность процесса инспекции кроме того наличие петли формальной обратной связи используемой для улучшения контрольных списков и слежение за темпом подготовки к инспекциям и темпом их проведения делает процесс инспекции самоорганизующимся как бы инспекция не начиналась благодаря постоянной оптимизации и высокой эффективности управления процессом инспекции она быстро становится эффективным способом устранения дефектов и ошибок специалисты института разработки программного обеспечения создали модель зрелости процессов не понял что тут еще кто то есть елки-палки так процесс инспекции соответствует самому высокому уровню эффективности он является систематичным повторяется и самооптимизируется на основе обратной связи поддающиеся оценки эти идеи вы можете приспособить ко многим методикам описываемым в данной книге при распространении на всю компанию эти идеи позволяют добиться максимального возможного уровня качества и продуктивности и как всегда контрольный список эффективные инспекции так создали ли вы контрольные списки обращающие внимание инспекторов на области с которыми ранее были связаны проблемы посвящена ли инспекция обнаружению а не исправлению дефектов рассмотрели ли вы целесообразность использования разных сценариев помогающих инспекторам сосредоточиться на важных аспектах подготовки достаточный ли объем времени предоставляется инспекторам для подготовки к инспекционным собраниям все ли инспекторы адекватно относятся к собраниям назначили ли вы каждому участнику инспекции отдельную роль координатора инспектора секретаря и т.д. продуктивен ли темп собрания ограничили ли вы время собрания двумя числами обладают ли все участники инспекции специальными навыками проведения инспекции обладает ли координатор навыками координирования инспекции собираете ли вы данные о типах ошибок обнаруженных при каждой инспекции для адаптации контрольных списков к особенностям своей организации собираете ли вы данные о темпе подготовки к инспекции и проведения самой инспекции для оптимизации этих процессов в будущем контролируется ли решение задач поставленных во время инспекции непосредственно координатором или при помощи повторной инспекции понимают ли руководители что им не следует посещать инспекционные собрания составили ли вы план контроля вносимых исправлений гарантирующих их корректность ну на этом это подглава заканчивается и на сегодня все в следующий раз продолжим с других методик совместной разработки по так что на сегодня все следующий раз продолжим ну а сейчас я что я сделаю я сейчас залезу туда и добью ну добью короче там надо было кого-то добить вот 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 где она вот это растение ой 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 это очень плохо если я сохранюсь по идее надо не допустить чтобы то тварюка убила вот эту барышню а как это сделать блин а это сделать надо как-то так живо 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 другая проблема если сейчас буду стрелять то я скорее всего задену эту барышню ну да ну да а как мне как мне сделать так блин а пистолет я продал пистолет я продал тут тоже только очередь да а ну-ка да блин по ходу тут без вариантов по ходу без вариантов я в любом случае в нее попадаю да сейчас попробую подойти подойти вот сюда так вот сюда вот сюда так раз два три четыре пять шесть шесть очков действий есть и как-то вот сюда строили да блин блин вот тут бы как раз пригодился бы пистолет а я уже сохранился уже внутри короче перебил все эти планы пистолетом бы я бы попал бы в эту тварюку а что если я что если 10 ну подойду очков действий у меня уже не будет шесть вот так вот раз два три четыре пять шесть семь еще на один можно да блин был вариант конечно же снять оружие но но убил блин был вариант снять оружие и ударить кулаком но у меня не хватает очков действия а если вот так вот я подойду 9 ну и чё и чё и ничего и и не покатит так живо живо а живая живая круто крас молодец а вот теперь такая сохранюсь теперь на тебе раз и на тебе два ой-ой-ой закончилась ну да ладно есть любил все так надеюсь тут больше никого нету из этих так где это спасибо помогите так мы все спасибо и так я тебе помог какая-то странная она я шут пришел как раз помог тебе а ее надо типа вывести я понял давай иди сюда вот давай спасибо за помощь давай давай иди так трупы пошаримся по трубам что-то тут ничего нет они вот еще трупы без ничего да так так что у нас тут у нас тут а вот лестница а во это можно в тот компьютер на этот зайти все я понял а вот еще какой-то какие-то компьютеры вставить ключ танкера и к идее его возьму ключ танкера ладно погнали сюда может быть он где-то здесь и валяется этот ключ ну ладно на сегодня думаю все подписываемся ставим лайки комментируем и все такое всем пока пока